Русские поэзии 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 поэзии и культуры, они стали переходить на силабическую вершивую поэзию. Ну, и, наконец, может быть система промежуточная, которая измеряет длину строки количеством стоп, то есть урегулированных в определенном отношении слогов, сочетанием урегулированных слогов, когда у вас один удар и другой безударный, например. Или один ударный, а два безударных. Вы получите либо двусложный, либо трехсложный размер. Но об этом мы поговорим еще в следующий раз. Честно сказать, я особенно подробно об этом не хочу говорить, потому что не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличать. И слава богу, потому что когда парень пишет стихи, он меньше всего думает, дай-ка я сейчас амфибрахием что-нибудь напишу. Но некоторые думают, вроде Гамилева, например, или Брюсова, который специально писал и такими, и такими, и любыми другими размерами. Но вообще-то, говоря, нормальный поэт и нормальный читатель на это внимание не обращает. Вот такая система будет называться села Ботанической. И она возникает, как я уже сказал, благодаря усилиям Тридяковского и Ломоносова только начиная с 30-х годов 18-го века в России. В Германии на сто лет раньше. И есть серьезные подозрения, что, по крайней мере, Ломоносов, ну, Тридяковский, впрочем, скорее всего, тоже, которые вводят эту систему, они прежде всего ориентировались на немецкую поэзию, которая, начиная с творчества Опица, переходит на села Ботонику. Но это то, что доступно в узкой поэзии. Вообще говоря, поэзия, в прошлый раз я об этом упоминал, может в зависимости от языка, от его природных особенностей, использовать еще другие возможности. Ну, например, если у вас вместо ударений, а точнее наряду с ударениями, смысл и различительностью обладает толкота звука, для тех, кто знает английский язык. Например, слово «шип» или «шип» будет либо «овца», либо «корабль». Это остатки того, что, собственно, было в древнегреческом языке, в котором именно длина гласной определяла семантику, во многом определяла семантику слова. В силу этого в древнегреческом языке у вас возникала особая система стихосложения, которое принято называть силабометрической. Там строки делились на стопы, которые регулировали не сочетание ударного и безударных слогов, а сочетание долгого и коротких слогов. И, наконец, известна еще одна в высшей степени экзотическая система, для нас недоступная, но на Востоке как раз распространенная. Это силабомелодическая, когда у вас смысл и различительностью, как в китайском, например, обладает высота звука, высота тона. Поэтому стихи фактически выстраиваются как музыкальные произведения, у вас происходит чередование высоких и низких. Вот такая вот силабомелодическая система есть, например, в китайской поэте. Но, как я уже сказал, в XVII веке русское стихосложение начинает как раз с силабики. И тут долгое время параллельно существуют стихи силабические, собственно, и так называемые вирши, которые первоначально просто были видом духовного, затем светского стиха. И изначально имели тоническую основу. В XVII веке они постепенно начинают становиться силабическими. Следующий кадр. Вот что касается силабики. Значит, различали две системы. Это либо изосилабизм, то есть равносложие, когда у вас четко выдерживалось количество слогов в строке. Сразу хочу заметить, что это было достаточно сложно, потому что вот если ямпыд хорея, вы, конечно, можете не помнить, что из них хорея, что ямпыд, но зато очень здорово на слух сразу один размер от другого отличить. То есть, когда вы будете читать силабические стихи, то четко совершенно расслышать, что там точный 11 или 13 сложник, а, допустим, какая-то строка не выпадает, и там, допустим, не используют 12 слогов, многие и не услышат. Для этого нужен очень тонко разработанный слух. И вообще, мы сегодня будем читать с вами силабические стихи. Я заранее знаю, что это для вас будет, в общем, вещь унылая, тем более, что это все на старославянском написано, и половина слов вообще непонятна никак. Но надо понимать при этом, что с точки зрения оркестровки они устроены довольно тонко, потому что для того, чтобы точно соблюдать изосилабизм, надо было четко совершенно соблюдать, но самые распространенные были 11 и 13 сложники. Вот если вы себе представите, что такое 13 сложник, то есть надо было четко слышать, что в строке ровно 13 слогов. И был относительный силабизм. Относительный силабизм предполагал, что да, у вас силабические стихи, да, как правило, это парная рифмовка. Кстати, говоря, в силабической поэзии у вас парная рифмовка, и, как правило, практически точно женские рифмы только, это все наследие польского языка. Вообще, силабическая система поэзии, она как раз свойственна языкам с фиксированными ударениями. Вот сейчас в каких языках силабика господствует? Во французском. И французский практически весь силабический. Отсюда большие проблемы французского языка. И в польском. И вот как раз из Польши-то к нам силабизм и просачивался. А у нас в русской культуре на первых порах закрепляется как раз относительный силабизм. И не случайно. Он, во-первых, был освящен авторитетом Острожской Библии. Дело в том, что когда Иван Федоров ее вот издает, то как раз в ней были помещены нервосложные вирши Герасима Смотрицкого. И авторитет этого издания, да к тому же надо понимать, что как раз на рубеже XVI-XVII веков у нас в России существовала такая практика рифмованной прозы. То есть это была проза, в которой время от времени возникали рифмы или рифмоидные окончания. И вот на этом основании именно как раз относительный силабизм и проникал в русскую культуру, в русскую поэтическую практику. Это дело было еще в том, что начиная с Яна Кахановского в Польше четко, совершенно утверждается из-за силабизма вот эта самая система четкого соблюдения количества слогов, а поляки понятно, кто для нас в XVII веке. Это те, кто, извините, только что тут у нас устроил смутное время и все прочее. Ну, другое дело, что мы, конечно, сами себе его устроили, но, друзья, поляки воспользовались этим. И поэтому все, что на культурном уровне шло из Польши, обладало для русской культуры двойным таким вот характером. С одной стороны, это было исключительно соблазнительно, потому что Россия начинает к Западу приглядываться, ну, начиная там с самого своего изначального существования, все нам туда, на Запад, хочется. Но, с другой стороны, это всегда сменяется таким взаимным отталкиванием. Следующий кадр. И вот я уже сказал, что, значит, вот, например, в сказании Авраами Палицина и в летописной книге Катырева-Ростовского мы как раз встречаемся с такими относительно силабическими стихами. Их много кто писал. Мы можем встретить их, например, у Шаховского князя, послание к некому другу, зело полезно о божественных писаниях. И Попова-Насетка пишет вот такие вот стихи. И князь Хворостинин. И хочу обратить ваше внимание на следующее. Что с самого начала так вот как-то и бывает. Пока еще поэзия не оперилась, пока в ней еще не возникли те небывалые совершенно глубины, красоты, которые возникнут позже. Но вот в этом смысле русская поэзия, она характерна. Начинается она почти как нечто такое, знаете, ваньковстаньковское. Что-то такое из дерева, буквально из полена, топором вырубленное. А потом доходит до каких-то тончайших архитектурных там, ажурных конструкций, чего хотите. Но в самом начале, вот казалось бы, еще только делая первые шаги, поэзия как раз начинает демонстрировать такие свои формы, которые потом в 20 веке будут казаться, ну, небывалым новшеством. И вот следующий кадр, слава, дай, пожалуйста. Да. Вот одним из таких, ну, причудников был, в частности, Евстратий. Евстратий, по которому мы знаем мало что. Знаем, что он вот был причастен к различным событиям смутного времени. Он, значит, посольским диаком был. Он принимал участие в сборе ополчения. И потом, судя даже по его имени, видимо, был пострижен в монахи. Тоже непонятно, по каким причинам сам ли или его насильно постригли в монахи. Поскольку он выступал как приверженец Василия Шуйского. А судьба Шуйского, как мы знаем, была печальна. Но вот любопытно то, следующий кадр, дай, пожалуйста, слава, что уже Евстратий начинает писать стихи, вот слева, показаны в какой форме. Когда смотришь на этот текст, у тебя возникает ощущение, что ты наблюдаешь формулы органических соединений, по крайней мере, а не стихотворный текст. Хотя это вирши. И тут написано следующее. «Единому Богу в тролице, славенному в единице, безначальному Отцу, без Отца, без Матери нерожденну, Сыну сначальному Отцу, от Отца, без Матери порожденну. Отцею же и сыну, ину, Духу животворящую, Богу равнопристойну, святому всесветящую, Богу в бозе, свету от света, В простом слозе вечное лето, Воспевание и слава, чести, поклонения, Величание и держава, благодарения, Благовившему на чаре сей алфавит, И спасушему скончать и сословит». Это, между прочим, как бы все еще к козбовнику 1613 года надпись относилась. Вот так вот, когда мы видим, как они начинают устраивать подруг. Кстати говоря, это специальный, это вы не думаете, что он придумал, это серпантинный, измененный, так сказать, стих, который из латинской поэзии приходит. Перед нами 17 век, 17 век – век барокко, который, однако же, пускается в совершенно размузданные эксперименты, причем эксперименты как раз формального характера. Дальше мы увидим, что вытворять будет Семен Полоцкий. Короче говоря, оказывается, что то, что модернистская поэзия пытается выдавать, вот когда там и Полинер, например, или кто хотите, там наши футуристы начинают писать фигурные стихи и выдавать это за визуальную поэзию, за какое-то необыкновенное новшество, то они не делают ничего нового по сравнению с тем, что уже было опробовано русской поэзией на самой заре ее возникновения. Следующий кадр. Значит, что любопытно, то есть вот первые стихи, например, князь Катырев-Ростовский, вы можете увидеть, тут как раз проставлено количество слогов, когда он пишет свои стихи, причем это стихи, которые как бы завершают некий текст. Вот текст идет, 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 и потом как бы для запоминания такая прибаводочка. Но они, как вы видите, не соблюдают вот это силамбическое равенство словов, и поэтому не могут еще восприниматься как нечто урегулированное. Вот этим урегулированием, введением поэзии именно в структуру уже чисто поэтического языка займется на Руси Симеон Полоцкий. Следующий кадр. Так, Симеон Полоцкий. Вот на нем мы с вами задержимся, потому что это во всех отношениях для русской поэзии, русской культуры не случайная фигура. Причем надо сказать, что фигура, которая по разным оценкам может восприниматься по-разному. Дело в том, что Полоцкий который был бы лезок исключительно к царю, особенно к Редору Алексеевичу, ибо он был просто его учителем, равно как и других царских детей. Сейчас мы это посмотрим. Он происходил из Белоруссии, из Полоцка, отсюда его прозвище, а сам-то он вообще говоря, светское его имя, сменил то ли Гаврилович, то ли Емельянович, фамилия его Петровский Ситянович. Он учился в Киево-Мигелянской академии, очень хорошо знал латинский язык, и, как я уже сказал, точнее не договорил, существуют серьезные подозрения, что он был неатом Базильканского ордена. Брестская уния в Белоруссии привела к тому, что возникает как бы такого православного обряда, но тем не менее унияцкая церковь, католическая по своей сути. И вот это латинство, проводником которого становится Симеон Полоцкий у нас в Москве, оно абсолютно четко прослеживается и в том, что он пишет, и даже в его духовных сочинениях, ну и в общем, как бы во всех его предпочтениях. Хотя он действует здесь, в Москве, как такой, в общем, признанный православный культурный деятель и монах. Он всю свою жизнь прожил, ну, сначала, знаете, он учительствовал в Полоцке, когда начинается война с Польшей, Алексей Михайлович с войском проезжает через Полоцк, Симеон приветствует царя речью, которая запомнилась и понравилась, и поэтому, когда спустя 10 лет его вызывают в Москву, то вызывают, в общем, уже по памяти. Здесь он становится, он учит подьячих латинскому языку, значит, готовит дипломатов из них польскому и латинскому языку, он становится переводчиком при Паисии, Легориде, и вот так вот открывает печатник, в который начинает издавать множество книг и духовного, и просветительского содержания, потому что он выступает как первый просветитель у нас здесь, при дворе еще Алексей Михайлович. Для этого двора он, вообще говоря, делает многое. Ну, в частности, он занимает первым в русской истории пост придворного поэта, придворного поэта, который откликается на все события в жизни царской семьи панигириками и тем, что позже будет названо Уодами. Целый, даже сборник он издает такого типа, который называется Риммлагион. Но самое, может быть, важное и главное, как я уже сказал, Симеон становится учителем царевича Федора Алексеевича и других членов царской семьи и даже учителя Петра Первого, маленького, будущего нашего царя, они тоже выбирались после того, как сдавали экзамен Симеону Полоцкому. Так что эта фигура центральная. Следующий кадр, который нам в частности покажет. Слушайте, все-таки, может быть, нам давайте отключим свет, а то мы под картинки не видны совсем. А я хотел вам эту показать картинку, вот слева, посмотрите, пожалуйста. Это очень интересная икона, это мерная икона, сделанная в размер младенца Федора Алексеевича. Когда царевич Федор родился, то ровно по росту его была выпилена доска, и эта доска была расписана Симоном Полоцк, Симоном Мушаковым, вот, Федора Стратилата, то есть святого, по имени которого и был назван царевич. Эту икону сейчас можно видеть на выставке Симона Полоцкого, которая в Москве проходит. Симона Ушакова, да, спасибо, Слава. Ну, давайте включим обратно свет, а то там вообще ничего тут не видно. Вот, ну, совсем уж не... До этого было хорошо, говорят. Я боюсь, что вы не угадаете. Ну, пускай так. Да. И вот в прошлый раз я как бы так клюнул бедного Симона Ушакова, но хочу сказать, что культура замечательная вещь. Все, что в ней присутствует, может быть прочитано, может быть понято под разным углом. И вот, когда ты посещаешь эту выставку, лично я никаких огромных художественных впечатлений не получил. но вот мне было исключительно интересно почувствовать обаяние этой эпохи. Потому что и поэзия Симеона Полоцкого, и те изменения, которые происходят, например, в русской иконописи, которая на наших глазах превращается фактически в парсунную уже, ну, как они называли это, жизнеподобие, да, то есть практически они начинают пытаться делать то, что делали итальянцы на 300 лет раньше, в 14-м, в конце 13-м, в 14-м веке. Вот, только если для итальянцев это были, как для Джотто, например, сумасшедшие озарения и прорывы, то здесь, когда ты смотришь на то, что пишет Пол, это Ушаков и его ученики, у тебя возникает ощущение, что они услышали, что там вот что-то такое очень инновационное есть, и вот это срочно надо внедрять, и вот потому, что прежний корень, на котором росло русское художество иконописное, он в каком-то смысле начинает засыхать, это, между чем огромный вопрос, почему? Получается так, что видимо по тем же самым причинам, что и на Западе, когда византийская иконописная традиция, она не могла быть дальше трансформирована и развиваться. Кстати, хочу заметить, что ведь и в Византии происходит по сути дела то же самое, ибо даже уже после гибели Византии существуют местные школы, например, критская иконописная школа, которая формально интересна, ее там можно по-всякому рассматривать, кстати говоря, изначально к ней принадлежал не кто-нибудь, а самая грека, который, правда, уехал сначала в Венецию, а потом и дальше в Испанию и стал тем, чем он стал. Но когда вы, конечно, начинаете сравнивать результаты деятельности вот этих художников критской школы, иконописцев критской школы с тем, что, скажем, там было еще при палеологах Византии, то вы понимаете, что, конечно, это упадок, это тупик. Ну, видимо, это я не буду сейчас за это браться, анализировать это, это я думаю, что кто-то должен еще сделать, причем, видимо, это нужно делать именно сравнивая с логикой изменений, которые происходят, например, в Италии, во флорентийской живописи, а именно вот у Джотто и Джотескова. Потому что если Джотто это нечто необыкновенно и удивительное, то у многих Джотесков потом мы как раз видим переход примерно к тому же, к жизнеподобию, когда они не очень понимают, что за этой манерой стоит. Ну, это я так отвлекся, но вообще-то ужасно интересно, когда ты, начиная сопоставлять Симона Ушакова, например, и Симеона Полоцкого, становится понятным, что это единая, вот как бы такая барочная по своей основе русская культура 17 века, особая, промежуточная, и в этом смысле все, что потом с Великпетровскими реформами произойдет, все, что потом развернется в 18 веке, будет абсолютно не случайно. По сути своей, все сдвиги были подготовлены уже при Алексее Михайловиче, и уж, конечно, тем более при царице Софье, потому что, напомним, что ее фаворит Голицын, он-то был просто совершенный латинист, даже существует темный такой Голицынская барокко, которая связана с ним, и он был проводником западных влияний у нас здесь, в русской культуре. Петр Первый в этом смысле просиял как звезда только потому, что царь-то, конечно, был сумасшедшим. Он был в своей энергетике и в своей желании за какие-нибудь там несколько лет Россию поднять на дыбы, так, чтобы она уже не опомнилась. Он, конечно, был действительно личностью уникальной. Ну, впрочем, должен сказать, так же, как и очень многие другие личности в русской истории, которые вдруг, спохватившись, начинают пытаться модернизацию осуществить за считанные годы или десятилетия. Хотя, она, эта модернизация там где-то под спудом уже происходит. И вот происходит она как раз и по-своему у Бушакова, и по-своему у Симеона Полоцкого. Следующий кадр. Ну, два слова еще о том, чем он тут у нас занимался. Как вы понимаете, 17 век и царствование Алексея Михайловича это век раскола. И вот он-то как раз принял очень активную часть в борьбе с расколом. Правда, надо сказать, что он-то боролся с расколом на основании такого, в общем, латинизирующего западного рационализма. По поручению собора 1066 года он составляет опровержение челобитных раскола учителей Лазаря и Никиты. В итоге появляется книга «Жезл правления». Книга, которая на первых порах вызвала восторг и одобрение, но потом при ближайшем рассмотрении оказалось, что те позиции, которые отстаивает в ней Семен Полоцкий, они отдают латинство. Вот как такой представитель латинства в русской культуре, он и запомнился. Следующий кадр. Мы сейчас поймем о чем речь идет. Он очень активно принял участие в Большом соборе 1666-1667 годов, который созывался, опять-таки, вот замечательная совершенно история, который созывался одновременно для окончательного осуждения раскольничества, то есть как бы старой веры, но замечательно, что при этом для отрешения от престола патриаршего инициатора борьбы с раскольниками и перехода на новую обрядовую систему патриарха Никона. Ну и значит здесь Семен тоже отметился, потому что свой литературный талант и свои полемические способности он употребил для как опровержения раскольников, так и осуждения Никона. Следующий кадр. Значит я уже сказал, что на первых порах ему было поручено обучить латинскому языку тогдашнему языку дипломатии молодых государственных чиновников, среди которых был в частности Сильвестр Медведев. Следующий известный наш поэт 17 века, близкий к царям Мисофьи, о нем мы немножко еще потом поговорим. Но вот эту деятельность учебная этой его школы продолжалась недолго, всего три года, а он переключился постепенно на другие моменты, в частности в 1678 году Семен организует предваритель типография, причем замечательно, что эта типография она фактически была выведена за пределы контроля патриарха, потому что формальный контроль, конечно, сохранялся, но благодаря близости к царю Семен фактически мог печатать в ней что он хотел, опираясь на разрешение государя. Вот он там первой изданной книгой становится букварь и он же составляет проект указа о создании славяно-греко-латинской академии, которая возникает несколько позже. Это будет первое высшее учебное заведение в России, через которое пройдет и Третьяковский, и Ломоносов. В чем же латинство это было Семеновне? Ну, прежде всего в рационализме, в рационалистическом подходе вообще к знанию. Вот это латинство, которое шло еще с Фома Аквинского, это четкое совершенно разделение области веры и области человеческой светской учености. Но, как мы прекрасно знаем, вот это вот рациональность эмоциональный подход к вопросам религиозного фактически приводил к тому, что и сами откровения веры, они до какой-то степени начинали подвергаться проверке логическими операциями. Ну, тот же самый Фома Аквинский, он, конечно, прежде всего блестящий логик. И вот что в частности мы читаем у Семена Полоцкого, он всегда подчеркивает значение разумности. Ты же о читателю и злой чести умно разум удоб возмеши внимая разумно употребляй, тогда польза будет. Вот все, о чем пишет Симеон, следующий кадр слава, это направлено на это апеллирует прежде всего к разуму и все книги, которые он издает, он издает прежде всего для того, чтобы просветить, чтобы приобщить русскую культуру к культуре европейской. Ну, вот перед вами страница букваря языка славянска, которую издает Семен Полоцкий в Москве. И параллельно значит происходит популяризация силлабической системы. Следующий кадр, давайте теперь, да, вот это, кстати говоря, славяно-греко-латинская академия, вот здесь она размещалась, но план Симеона был реализован только в начале 18 века, когда Московская академия она начала функционировать еще с 1687 года и первоначально братья Ликуды, они греки, и поэтому вот тут все время был такой компромисс, изначально она имела именно православно-греческий уклон, но в 18 веке благодаря Петру, который был, как известно, склонен не только к латинству, в общем, а совершенно конкретно к протестантизму. Не случайно он долго жил в Голландии, не случайно ближайшие его друзья были протестанты, и не случайно на первую роль в русской церковной жизни, об этом опять же мы сегодня поговорим, он выдвигает Феофана Прокоповича, который по целому ряду своих представлений, конечно, был выдающимся представителем, с одной стороны, просвещения, а с другой стороны, человеком, в общем, не православных взглядов. следующий кадр. Да, вот, кстати говоря, забавная миниатюра, на ней изображено, как Симеон Полоцкий в присутствии Федора Алексеевича, значит, проверяет знания Никиты Зотова, прежде чем тот будет назначен учителем маленького Петра. Зотов здесь в зеленом кафтане, как вы видите сначала он заходит, он получает, он сначала вот слева перед Симеоном, который в таком красном кафтане, что-то тут ему диктует, он пишет, потом он представлен царем, и, наконец, он получает право быть учителем. Но, вот, снизу, слева, вот здесь, вот, кто-то на значит, значит, на, ну, в общем, таком тарантасе запряженном, тут, правда, одна лошадка, но мы знаем, что у него был выезд, и хоть он и жил в келье, в законноиспасском монастыре, но келья была оборудована, там сделан был евроремонт, она была оборудована по последнему слову тогдашней техники и комфорта, и там его была библиотека. Что любопытно, Симеон вообще был повиденным человеком, ну, во-первых, как известно, довольно скользким, он прекрасно умел втираться в доверие, он умел так выстроить свои отношения с властями придержащими, что в конечном итоге всегда выходил из всех придворных ситуаций с пользой для себя. Но при этом каких-то вот таких амбиций социальных, бешеных, безумных, он был лишен, потому что несмотря на близость к царю, он так иеромонахом и оставался. Он гораздо больше дорожил своей библиотекой, возможностью сочинять, возможностью из подволь влиять, чем занимать какие-то ответственные посты, хотя он запросто мог стать епископом и в принципе даже в перспективе мог претендовать на патриаршество. Во всяком случае Сильвестр Медведев при Софье совершенно явно на это претендовал, чем вызвал лютую ненависть к себе со стороны патриарха Иоакима. Я уже сказал, что существуют серьезные подозрения о том, что так до конца жизни он и остался тайным членом базилианского или василианского ордена. Следующий кадр. Рифмологио. Вот дальше мы будем с вами говорить о том, что собственно составляет литературное наследие Симеона. И здесь первая же книга, которую он печатает, обращаю вас, что он не печатает, она рукописная была. Вообще большинство из написанного Симеоном, друзья, скажу удивительную вещь, не напечатано до сих пор. Вот, например, гигантский сборник его, вертоград многоцветный, который включал более 1200 стихов. А он так в рукописи остался, печатаются только отдельные там стихотворения из этого сборника. И в этом смысле мы имеем дело с в общем небывалой вещью, потому что я не знаю другую такую литературу, в которой первый ее автор не был полностью напечатан и изучен от и до. Другое, конечно, дело, что никакой живой читатель сейчас читать это не в состоянии, но так или иначе, в некотором смысле немножко загадочно, почему до сих пор Симеон не напечатан весь. В архивах он пока еще сохранится. Так вот, рифмологион это первый авторский сборник на Руси. Первая книга стихов. Ничего подобного до Симеона не было. И при этом это одновременно книга панигириков. Вообще ее составили отдельные стихи, обращенные к царю, членам царской семьи. Это стихотворения, посвященные различным событиям и центральное место в составе рифмологиона занимают так называемые книжицы приветственные. Следующий кадр смартфон. Что это такое? Их вообще пять. Значит, это благо приветствования царю Алексею Михайловичу о новом богом дарованном сыне государе нашем царевиче и великом княже Симеоне Алексеевича. Ну, мы его не знаем, он умер младенцем. Следующая самая известная и наиболее интересная из этих приветственных книжиц это Орел российский и после Симеона сравнение русского государя с Орлом станет устойчивой метафорой, которая пройдет красной нитью через всю русскую поэзию 18-го и даже отчасти 19-го века. Этот образ задает именно Симеон. Далее это Френы Ну, Френ это понятно, еще начиная с античности траурные песни это Френы или плача всех сынов и чинов православного российского царства. Эта книжица была посвящена смерти царицы Марии Линчной Милославской которая как мы знаем была матерью Федора и старшего брата Петра Первого Ивана Алексеевича Ивана Пятого. И наконец Гусы нет еще глаз последний ко Господу Богу царя Алексея Михайловича написанное на смерть Алексея Михайловича и наконец Гусы Дреброгласные вот теперь давайте обратимся к Ору. Значит вот этот самый Орел Российский он был связан с объявлением 1 сентября 1667 года царевича наследником Алексея Алексеевича тоже рану нашила наследником Российского престола. Что тут важно Семен не просто писал вирши стихи целобические хотя он писал как раз уже правильные салабические стихи он фактически создает целую систему ритуала подношения придворного то есть вот все что было связано затем в 18 веке с торжественной одой одой прославлявшей государя причем не просто как государя а как носителя некой высшей государственной недели и вся система подношения этой одой и вся система прочтения ее и вся традиция которая была связана с этим фактически была выработана у нас в России Семеном Половским следующий кадр значит Орел Российский это сложнейшее литературное сооружение которое построено я не буду там перечислять их по всем правилам риторического искусства в этом смысле мы сразу понимаем что перед нами произведение порочное ну давайте вот чуть-чуть почитаем я конечно буду запинаться вы уж меня извините при светлой Орле российские страны честно каменным венцом уенчаны Орле присланной высоко парящей славы Орлы вся превосходящей всякую превыше облак водородных парише крылы перей славоплодных что в пространстве воздуха велика суть стремления тобою талика яко исполонь есть весь а а а а а а а а а то есть горизонт славы всемирных концов твоей лавы глава то небес небес самых достизает простерту крылу вес мир окривает нога нога моски три царские держащие море на земли властно стоящий а самое интересное следующий кадр вот обратите внимание это страничка из рифмологиона причем это ведь не просто рисунок дело в том что это одновременно эмбрема которая прямо вписывается в текст орел российский прославляет за прежде всего его верность православию за распространение православной веры и за то добронравие правдолюбие правосудие щедродаяние славопостоянство и так далее вот здесь в лучах перечислено больше 40 48 лучей испускаемых вот этим солнцем в центре которого российский орел и все эти добронравные качества присущи идеальному правителю Алексею Михайловичу то есть обращаю ваше внимание что эмблематика которая в высшей степени свойственна опять-таки именно барокко присуща даже самим текстом Симеона Полоцкого следующий кадр ну более того здесь даже вырабатывается некая политическая программа вот хочу обратить ваше внимание что эти оды и панигейки они в значительной степени носили немножко другой характер это была тогда форма высказывания определенного политического направления так вот политическое направление которое как бы задается орлом российским это обоснование претензий восточного царя на защиту христианской веры причем фактически в мировом масштабе Москва третий рим а российский орел своими крылами которые к тому же еще вы видели только что ассоциируются с солнцем он освещает все страны и защищает правоверных православных от тех кто ну вот например царство присилен приславен повсюду где солнце запад и встает откуда подайте господь во мире сияйте второму солнцу всеми обладате дабы тобою мрака не избежате всем родом земли веру познате буди константин и владимир миру сотри кумира и прослави веру подай господь миром обладате и век будущий в небе царствовать то есть не только на земле но и значит за пределами земного существования орел российский все равно продолжает сиять как центр благонравия и защиты верующих следующий кадр но пожалуй самым интересным стихотворением рифмологиона я только взглянул что у нас со временем ай-яй-яй так значит нам надо немножко с вами сокращаться так вот одним из самых интересных стихотворений рифмологиона было вот это вот приветствие тишайшему там благочестивейшему Алексею Михайловичу по поводу вселения в новый дом это дворец коломенский деревянный знаменитый дворец который в 18 веке был разобран но при строительстве простояло больше 100 лет но значит при его строительстве абсолютно поражал всех своей роскошью изысками там и так далее и вот интересно что в своем стихотворении Симеон подробно его описывает в этом плане опять мы имеем дело со стихотворением исключительно важным и любопытным с исторической точки зрения но тут кстати больше человеческих слов чем в том что мы читали раньше я не буду все читать тут посмотрите как это начинается доброе обычай мире содержится вдомно возданный аще кто вселится все друзья его ему привестуют благополучно житей усердствуют и дары носят от серебра и злата и хлеб да будет богата палата ну экономим время все это не читаем в принципе можно почитать кому интересно тут видите зодий небесный чудно написался то есть зодий небесный имеется ввиду что палаты украшены всевозможными и узорами и картинами благочестивого содержания следующий кадр а вот и сам деревянный дворец в Коломенском заметьте 1780 год он тогда еще стоял следующий кадр а вот это то что я вам сказал это не что иное как фигурные стихи потому что надо понимать что поэзия порочная поэзия того времени как и вообще стиль барок существует прежде всего для поражения для вызывания изумлением читателя поэтому все средства для этого хороши вот настоящей глубины настоящей содержательности чувства еще нет она появится только ну разве что у Буслаева и конечно уже у Кантемира а у Семена Полоцкого все от ума все рационально более того у него есть четкая схема он прекрасно понимает как любое либо панегирическое либо какое другое стихотворение создается и тогда все усилия идут на что на технические приемы надо создать что-то такое обращаю ваше внимание мы уже входим в систему модернизма надо создать уже что-то такое что еще никто до тебя не делал хотя понятно что не Симеон это изобрел и вот тогда возникают фигурные стихи в виде восьмиконечной звезды а это на самом деле не что иное как стихотворение которое приветствует рождение царевича Симеона и второе стихотворение которое вот если вы там сверху попытаетесь прочитать то вы прочитаете от избытка сердца уста глаголят и тогда наивный пример наивный как бы ход раз от избытка сердца то и стихотворение должно быть в виде сердца вот это самое сердце мы с вами и наблюдаем следующий кадр я уже сказал что при всей внешней скромности и как бы тихости и непритязательности Симеон своего никогда не упускал ну вот например я вот уже вам говорил что он пишет френы на смерть царицы Марии Линичной Милославской ее ужас его забывают наградить тогда он пишет записочку государю пишет следующее в прошлом государь году егда изволил господь бог блаженная память государину царицу и великую княгиню Марию Линичну от временной жизни переселите во вечную написал я твой государь в холоп во похвалу святого ея государы нежития и во воспоминание вечное добродетели ея вечной памяти достойных книжицу хитростью пиетического учения вручил тебе великому государю ради утоления печали сердца твоего и за тот мой прилежный труд от тебя великий государь ничем я не пожалован следующий кадр кадр а вот это была даже еще более интересная книга ну она появилась благодаря тем образовательным задачам которые стояли перед Симеоном ну сами посудите ему нужно царских детей учить всему чего он знает а пособий никаких нет и государство даже за свой счет учебники не покупает поэтому как сейчас вот поэтому приходится все все это создавать самому кстати хочу заметить что когда Василий Андреевич Жуковский уже в девятнадцатом веке был назначен главным попечителем и образователем последнего престола хотя уже были учебные пособия много чего уже было но он этих слава богу на это внимание не обратил а сделал следующее он поехал в Европу и везде где он только ни был практически все книжные магазины обшаривал скупая карты схемы книги учебники так что для того чтобы воспитать будущего императора Александра Второго он просто составил целую библиотеку подробнейшую подробнейшие планы описания того как запомнить ну как бы все ячейки человеческого знания потребные для правильного управления государством короче говоря он занимался тем что у нас сейчас называется развитие личности вот развитие личности бывает только тогда когда сам учитель фактически пишет создает эти самые разрабатывает эти самые учебники учебные пособия чем и занимался собственно Симеон вот его вертоград многоцветный который в итоге образовался перед вами лист заглавный этого произведения он включал в себе включал в себя огромное количество самых различных стихотворений посвященных ну буквально всем сторонам жизни это были и нравственные стихи и как бы надписи какие-то и отзывы следующий кадр давайте прочитаем то что он сам определял значит я уже сказал что у него ходило около тысячи двухсот сорока стихотворений и сам он пишет следующее что это подобие образы присловия толкования эпитафии образов подписания повести молитвы увещания и отвлечения и действительно здесь мы сталкиваемся с чем хотите ну например он берет и перелагает огромное количество историй из европейской истории вы тут встретите кого хотите и Мария Стюарт королева Шотландии и Сократа и султана турецкого Мехмеда второго кстати называется это стихотворение мучительства и мы с вами его прочитаем и так далее и так далее и так далее и реминисценции из античных философов и стихи сатирического содержания но в частности следующий кадр на купецство ну не будем все читать ну вот почитаем чин купецкий без греха едва может быть очень актуально с самого начала на многих боя злоба враг а вы честите изрядное лакомство в купцах обитает еже во многие грехи и он убеждает ну дальше он будет перечислять почему занятие купечеством к греху приводит я не буду перечислять просто все ну просто во первых всякий купец всем нажилает малоценно докупит драго да продает ну вот уже и все ясно дальше он будет перечислять рассказ что значит и цену завышают и под одним товаром и рекламой занимаются недобросовестной и под одним товаром другой просовывают и значит вес уменьшают точнее как бы хитро увеличивают ну все мы это с вами знаем как мы видим ничего не изменилось но следующий кадр слава и дальше еще купец мы пропустили вот я хотел вам привести другой пример это кстати джентиль Беллини знаменитый протрет Мехмеда второго завоевателя Константинополя и вот он был конечно правителем то выдающимся но при этом безумно жестоким и человеком ну обуянном гордыне конечно и вот Семен Полский рассказывает своем рифмологионе одну из историй которая прочно связалась с именем Мехмеда называется это сихотворение Мучительство Махмед Атаман Салтан Царьграда В ниди сотроки тремя внутрь ограда Красноутешный в нем веселись Яблоко еди на ему возлюбись На древе нет И не взем отыди Потом Клятвы пачи юнош тех у Мася решил есть Но все все поняли что тут произошло Стумас это желудок Действительно легенда повествует о том что когда в его гаремном саду Мехмед увидел прекрасное яблоко на яблоне и потом значит кто-то из его гаремных юношей съел это яблоко и не хотел признаться то он решил проблему просто приказал посмотреть кто же из них съел Ну первое разрезание и там неусваренно в стулусе яблоко и обнаружили Но заметьте пожалуйста Симеон не просто рассказывает историю его конечно всегда интересует дидактический момент его интересует мораль а мораль такова что Оля жестоты яблоко оценил есть паче юнош тех ума ся решил есть в том смысле что человек который способен оценить фрукт висящий на дереве выше человеческой жизни просто сумасшедший и обращаю ваше внимание что основой дидактики Симеона Полоцкого конечно выступает прежде всего рацию разум ну разум впрочем вполне гуманистический следующий кадр еще одно я думал я думал что ее нужно осовременивать и переводить в стихи вот первым кто псалтырь переводит в стихи станет Симеон Полоцкий и тем самым задаст фактически в России традицию духовной оды потому что по стопам Симеона потом и Тредяковский и Сумароков и Ломоносов и Державин и много кто будут псалтырь перелагать в стихи следующий кадр кстати говоря и музыку написали так что все как надо значит ну вот в частности один из псалмов Давида в изложении Симеона блажен муж иже во злых совет не входя ниже на пути грешных человек стоя ниже на седалищах восхоти сидите тех иже не желают благоразуметь но в законе Господне волю полагает тому днем и ночь на себе поучает будет бояко древо при водах сажденно иже дает во время си плод свой неизменно лист его не отпадает и все ежедеет ю по желанию сердца он его успеет не так а нечестивый ибо исчезает яко прах его же ветр с земли развивает теми же нечестивые нечестивые не имут восстать на суд ниже грешницы в совет правых стати весь богосподь путь правых ты защищает путь паки нечестивых в конец погубляет ну да это ритмизованная проза ну вы поймите пожалуйста они не записывали почему проза потому что они просто не записывались в виде стихов я в прошлый раз объяснял что любой текст может быть стихами или прозой в зависимости того как вы его запишите и прочтете но то что там явно есть определенный ритм это ощущается но стихами то еще не записывали ну да это тяга к тому чтобы придать полноценный стиховой статус который к тому же еще можно петь не случайно сразу же возникает и музыка вот и пожалуйста кстати говоря это самое псалты сыграло большую роль потому что они учились потом к тому же самому Ломоносову она в руки попала и с нее фактически начиналось его обучение грамоте в общем-то и стихотворство тоже следующий кадр ну должен сказать что еще вот мы как-то никак не можем выбраться да но надо выбираться дело в том что очень много впервые в русской культуре задает Семенов Половский в частности это традиция публичной проповеди но вот как бы не такой да обычной как это было а значит господство было просто чтение спеато-отеческих получений он же начинает проповедовать обращаясь в том числе к каким-то живым моментам современности ну другое дело что он при этом соблюдает те четко заданные риторические приемы он значит следует общим канонам проповедования и так далее и тем не менее это было новым вот свои проповеди он фиксирует в двух сборниках обед душевный и вечеря душевная следующий кадр ну и наконец русский театр хотим мы или нет но впервые появляется семеном полостом правда надо сказать что носил он исключительно придворный характер никакой пьесы по сути дела никакой пьесы два его произведения это о новогодоносоре царе о теле злате тело злате это понятно кто золотой телец да теле злате и о трех отрацах в пище не сожженных а она не дошла мы только знаем что она ставилась но вот вторая его комедия притча о блудном сыне она была напечатана вот перед вами ее издание лубочное восемнадцатого века так вот ставились они в придворном театре никуда конечно за пределы этого самого придворного театра далеко не ушли но тем не менее мы должны констатировать что вот это первая попытка привития русской культуры драматического искусства правда до настоящих комедий трагедии было очень далеко потому что это по сути дела были бесконечные монологи с которыми ну просто вот эти его стихи которые безумно длинные по три и больше часа я вот все думаю господи боже мой как же государь то и весь двор три часа сидели и слушали вот это понимаете как культура меняется есть не мотивация и с интересом слушают вот какая штука вы больше следующий кадр ну вот здесь приведены как раз примеры одиннадцати и тринадцати сложников симеона замечу что конечно такой длинный стих он должен был быть все-таки хоть как-то урегулированный поэтому и в одиннадцати и в тринадцати сложниках обязательно встречалась цезура по схеме семь плюс шесть или по схеме пять плюс шесть в случае одиннадцати сложника и семь плюс шесть в случае тринадцати сложника то есть у вас пауза приходилось на ну то есть после пятого или же после седьмого слога и это задавало некую ритмическую некую ритмическую регулирование следующий кадр что еще важно понимать я вот когда читаю эти стихи я конечно читаю неправильно почему потому что сама система сама система селабической поэзии она конечно для того чтобы вот как бы голосом каждый слог выделить как вы понимаете она должна работать против чего против ударений то есть практически вы должны выделять как бы каждый слог то есть это такой спеобразный речитатив царь некий пребогатый чей красный мяше юж от всего сердца своего любяше то есть практически это вот так вот тянулось и сейчас мы уже трудно себе можем представить и восстановить все внутренние красоты подобного пропевания но что еще нужно сказать что конечно вся поэзия Семена Полоцкого она полностью использовала все приемы барочной поэтики это и обильные метафоры это как бы слова которые кстати он очень обильно используют слова приходящие из польского языка ну как бы вообще вот из всех восточнославянской вот этой кумены и латинский в том числе так же самое главное что вот эта лексика она должна была придавать парение она должна была придавать вот такой высокий лад и именно этот высокий лад это парение и апелляция как раз к словам церковнославянским сохранили свое значение вплоть извините до беседы любителей русской словесности когда Шишков и его сторонники настаивали что магистральное развитие русской литературы лежит вот по этому пути а вовсе не по Граммзинско-Пушкинскому следующий кадр вы представляете если бы они победили как мы с вами сейчас стихи какие вы читали так ну это я сказал ладно пошли дальше нужно прерваться давайте закончим Симеоном и прервемся ну буквально на несколько минут ну вот памятник Симеону Полоцкому в Полоцке специально показываю он там чтим следующий кадр раньше вот этот лучше хотел показать значит я уже много раз касался этого творчество Симеона оно конечно полностью вливается в ту культурную традицию которую можно назвать русским барокко 17 века что его отличает понимаете с одной стороны да оно идет в русле изменений которые происходят в западной Европе но надо понимать что русская барокко в силу отсутствия у нас ренессанса оно принимало на себя в том числе и функции задачи ренессансной культуры с ее апелляцией к разуму обращаю ваше внимание тогда как барочная традиция в западной Европе скорее ориентировалась на быстрый ум и на интуицию а не на разум оно значит почему оно апеллировало к разуму потому что задачи были просветительские прежде всего и вот отсюда возникает любопытный симбиоз как воспринимают барочное искусство и вот это барочное направление русской культуры 17 века понятно что опираться надо на свою традицию какова своя традиция это узорочие и вот начиная с конца 16 особенно с 17 веки узорочие храмов перед вами церковь рождественская в Нижнем Новгороде это так называемая строгановская барокко провинциальная или же например вот перед вами икона похвала иконе богоматери Владимирской тоже Симона Ушакова и обратите пожалуйста внимание от иконы ничего не остается перед вами практически как бы такая ну большая ну фактически это миниатюра которая просто-напросто расширена до огромного размера и вы тут уже не получаете единого художественного впечатления вы видите как с одной стороны она идеологична потому что это вот как бы некое древо государства вот оно тут снизу вырастает поливают древо государства Иван Калита вырастает она из Успенского собора Московского Кремля поливает его с одной стороны митрополит Петр а с другой стороны Иван Калита и вот это древо украшено всеми святыми государями российскими каждый из них еще свиток держит на котором всякие поучительные вещи написаны а осеняет это древо тут плохо видно потому что слишком светло с этой стороны государя Алексея Михайлович а с этой стороны Мария Ильинична и ее дети то есть да ну вот посмотрите видно да плохо видно но они маленькие и это кстати говоря обращая ваше внимание можно включить свет характерно потому что в своей такой вот риторичности в своей словоохотливости в своей ориентации на рассказ на просвещение на самом деле это искусство забывает о единстве художественного впечатления все начинает дробиться причем дробиться отсюда обилие вот тех самых драгоценных камней которые например украшают оклады икон или же вот Федора Стратилата икону которую мы с вами видели отсюда это красиво конечно в архитектуре но на самом деле церковь превращается в свадебный пирог в свадебный торт и так далее и так далее и в этом смысле в русском барокко 17 века очень многое выходит на поверхность уходит на поверхность вот того внутреннего глубокого и трагического содержания которое улучшил мастеров барокко западного есть ну ну там не знаю у Караваджи например да или же там Берлини иногда и так далее при всей его артистичности тоже поверхности часто вот а в русском барокко вот такой трагичности вы практически не обнаружите оно все будет очень веселым очень ярким очень декоративным как в сущности и поэзия Симеона Полоцкого потому что даже его мучительство не трогает и не ужасает нас скорее забавляет следующий кадр ну вот Силестр Медведев прервемся ну две минуты буквально пойдемте дальше Сильвестр Медведев тут особенно о нем долго говорить не приходится он был самым талантливым не в поэтическом смысле а скорее в политическом смысле из учеников Полоцкого и практически после его смерти при дворе занял его позицию судьба его как вы догадываетесь сложилась крайне печально потому что будучи близок к царевне Софье он держался он был проводником латинского влияния точно так же его подозревали в Елисах а самое главное что благодаря его прочным позициям при дворе при Федоре и при царевне Софье он представлял самую настоящую угрозу для патриарх и поэтому как только следующий кадр вот кстати говоря это вирша Севестра Медведева предыдущий кадр это рукописная страница его вирша как только Софья ослабела врагами его были братья Лихуда потому что он претендовал на руководство славяно-греко-латинской академии но не удалось вот и значит после ухудшения положения Софьи за него принялись и принялись активно он понимая что ему грозит опасность бежал попытался скрыться он бежал из Москвы Дорогобужский уезд Безюков монастырь где игуменом кстати был его ставленник Варфоломей некий тот своего благодетеля тут же заложил Сильвестр Медведева схватили пытали обвинили во всем на свете в заговоре на патриарха в заговоре на государя и конец был неизбежен ему отрубили голову следующий кадр он не был столь же талантлив как скажем некоторые из других учеников Симеона но вполне вписывался вот в ту придворную панигерическую поэзию образец который был задан Симеоном Полоцким и вот в частности его стихотворение обращенное к Софии какова в царском лице премудрость сияет какова честь во часах и в устах блистает о твоем у Россия царствами бесчанна а древних дедов тебе защищать созданна я не буду все читать я обращаю ваше внимание только на те параллели к которым он в итоге приходит такова Симирамис у Ефрата жила а я же веки памятно дело сотворила Елисавев британско скипетра держащи Пульхерия таковым умом бо смыслящи Россия ащет царство многими почтенно при при благочестивую еси умоленно значит он сравнивает ее и с Симирамидой и с императрицей Пульхери и даже с Елизаветой Тюдор ни много ни мало понятно почему для России дело небывалое девица во главе государства нужно найти исторические параллели следующий кадр когда более талантливым был корион историй ну значит между прочим 11-летнему Петру в книге разумления писал стихи правда стихи от Бога как бы обращенные учись ныне прилежно учись младости твоей царь мудро просветися пой передо мною твоим Богом смело явль суд и правду гражданское дело ну пой передо мной понятно на что намек на царя Давида который пел перед лицом Господа Карион Истомин его заслуга перед русской культурой это прежде всего издание малого и большого букваря где каждую букву снабжает небольшое дидактическое стихотворение следующий кадр значит вот наши предки в 18 веке они грамоту постигали Покариону Истомину как вы видите вот такая книжка с картинками следующий кадр Стефан Егорский вот еще одна любопытная фигура и с исторической точки зрения и с точки зрения которой она занимает в русской салабической поэзии это Стефан Егорский митрополит в миру Семен Иванович Егорский в унии Станислав почему в унии он вынужден был перейти в Католию это была обычная обычная система потому что желавшие получить образование православное они переходили в католичество ехали в Италию там получали европейское образование потом возвращались сюда каялись и снова переходили в православие так поступил Стефан Егорский так поступил Феофан Прокопович вот он фигура во многом трагическая потому что ему пришлось быть сначала место блюстителем патриарша его престола а потом и главой синода главой который одобрял все решения Петра будучи полностью с ними не согласен но вынужден был то ли по смирению своему то ли по слабости характера потому что понятно что если бы он воспротивился судьба его была бы решена очень быстро он был вынужден давать свое благословение Стефан значит всячески пытался остановить распространение протестантских тенденций в русской православной церкви которые задавались Петром и Феофаном Прокоповичем собственно говоря отказ от патриаршества это конечно в общем-то шаг в сторону протестантизма где управление церковью именно коллегиальное хотя я должен сказать что это не специфически русская черта потому что напомню вам что скажем начиная с 15 века с базовского допустим собора в католичестве велась очень серьезная полемика по поводу того кто выше папа римский или вселенский собор и римским папам в частности Евгению четвертому с трудом удавалось отстоять прерогативы папства кстати забавно что получилось это очень замечательным образом Евгению четвертому удалось просто отвлечь он сначала перенес собор который бесконечно долго заседал он начал заседать там еще с предшественника Евгения ему сначала удалось перенести заседание собора из Базеля в Италию в Феррару а потом поскольку наклевывалось дело с унией с византийской церкви в этот момент в Италию приезжают императоры Иоанн седьмой палеолог положение Византийской империи отчаянной в судорожных попытках спастись они делают ставку на помощь запада которая и не пришла естественно вот но для этого понятное дело нужно было получить одобрение папы и пойти на унию и вот из Феррары собор переносится во Флоренцию и знаменитый Флорентийский собор приходит к Флорентийской унии когда ее подписывают не только высшие иерархи западной Европы но и Иосиф патриарх Константинополь вот замечательно что именно это обстоятельство смогло переориентировать внимание собравшихся на собор представителей католической церкви с вопроса о верховенстве собора на вопрос о заключении значит о соединении церквей благодаря этому Евгению удалось как бы так на тормозах все это спустить но это я к тому что все непросто и в этом смысле это не только было тенденции протестантизма но и православие тоже отчасти Петр имел на кого опереться здесь следующий кадр верховную элиту Стефан Геворский попадает почти случайно его направляют в Москву с другим гуменом киевским митрополит значит с просьбой к патриарху Адриану как очень достойных представителей церкви возвести одного из них санепископа здесь как раз умирает Алексей Семен Шейн облевода и на его погребении Стефан произносит слово значит исповедь проповедь которая исключительно понравилась Петру Первому и он фактически его начинает продвигать он его делает митрополитом Лизанским и Муромским а после смерти патриарха Адриана не возводя на патриарший престол уже больше никого делает его местоплюстителем патриарши его престола следующий кадр в общем так он и остался формальной главой русской церкви хотя с урезанными полномочиями по сравнению с патриархом но при этом бессильным прилатом который не мог воспрекрятствовать светской власти творить то что она хотела параллельно Стефан Геворский зарекомендовал себя как поэт он писал между прочим много стихов на латинском языке но были и стихи на русском правда не так сильно много этих было стихов среди них одно любопытное и прославленное в то время прославленное по причинам понятным политическим именно Стефан Геворский кстати говоря в политическом отношении он с Петром был полностью согласен он был только его противником в области духовной политики так вот именно Стефан Геворский написал стихи на измену Мазепы изданные от лица всей России следующий кадр ну не буду я все читать но в некотором смысле так актуально звучит изминя Божьего пиет Россия от Юдовита и лютого змия его же ждаши адские заклепы бывшего вожда Ивана Мазепы ах тяжку горе стерпит мать и бедна утробу мою снедает ехидна кто мне даст слезы якожи рахили восплачу горько о моем смутном деле все вторые ирод исполонь смертно яда Мазепы лютый убил мои чада уподобись Россия Давиду и же от сына терпящий обиду а весолом сын неблагодарный подобен ему Мазепа коварный возлюбив его яко мать и сына откуда убо такова измена ну обратите внимание что рифмами считаются силабической поэзией то что такие созвучки которые мы сейчас в общем-то рифмами и не считаем достаточно чтобы вот гласные совпадали следующий карф противникам Стефана Егорского и одновременно клевретам Петра его выдвиженцам и человекам которые в духовной политике приведший к отмене против патриаршества и вообще говоря ко всему тому что в духовной жизни Россия установилась прямое отношение имел вот этот вот человек Феофан Прокопович про которого трудно сказать что-то определенное потому что перед нами и с одной стороны выдающийся просветитель это человек вообще исключительно противоречивый а с другой стороны высшей степени неоднозначной даже страшная фигура Феофан он в общем-то был он рано стал сиротой но благодаря дяде своему который был ректором Киевской Академии и наместником Братского Монастыря он в общем получил возможность получить прекрасное образование я уже сказал что для этого ему пришлось перейти в католичество обучаться на западе вернуться в Киев и к моменту когда сюда приедет Петр Первый он уже будет в Киево-Могилянской Академии преподавать пиетику а позже и риторику в июле 1706 года Феофан приветствует Петра Первого в Киеве и настолько восхитит своей речью прогрессивной а он вообще конечно был оратор великолепный настолько восхитит государя что когда значит ну его во-первых сразу назначили префектом Академии в 1711 году он даже уже был ректором и профессором богословия вот когда следующий когда Петру потребуется серьезная опора в его реформаторской деятельности в области церковного строительства в 1716 году он вызывает Феофана в Петербург надо сказать что он хотел сразу ему дать епископскую кафедру немедленно возникла оппозиция и оппозиция будет все время сопровождать Феофана это и Стефан Егорский и другие высшие иерархи русской православной церкви которые в общем небезосновательно подозревали Феофана Прокоповича в латинстве и уклонении протестантизма и еретичества но поскольку Петру в общем-то нужен был человек а не то что он там себе думает про себя главное что он делает он удовольствовался просто клятвенным заверением Феофана который сказал нет истинно веру и все на этом основании он становится епископом Псковским хотя никуда из Петербурга не выезжает а практически полностью становится опорой Петра в реформировании церкви именно он пишет регламент вот перед вами этот самый регламент который обосновывает закон о ликвидации патриаршества и замене его коллегиальным управлением вот все основы коллегиального управления русской православной церкви были разработаны Феофаном после организации Синода возглавляет формально Синод Стефан Егорский первым вице-президентом становится Феодосий Яновский лютый враг Феофана но и первый и второй бессильны потому что заправляет всей политикой в Синоде никто иной как Феофан Прокопович который назначается вторым вице-президентом следующий кадр и вот с этого момента он буквально под рукой в любую сложную минуту у Петра надо ли ему обосновать какие-то небывалые действия власти или же например после проблем которые возникают с царевичем Алексеем Петру нужно ввести небывалый закон закон по которому правящему императору дается возможность по своему произвольному решению назначать наследника а Феофан тут же сочиняет целую книгу правда воли монашей которая обосновывает это нововведение кстати я должен сказать что Россия это нововведение обошлось целой серией государственных переворотов на протяжении всего 18 века и только после того как к власти пришел Павел I именно он прекратил эту ситуацию установив жесткий закон престола наследия Российской империи при которой точно совершенно было прописано кто может наследовать корону Российской империи а кто устраняется от ее наследования она значит наследовалась исключительно по мужской линии там и был целый ряд ограничений вот по именно именно по этой причине никто из ныне живущих Романовых фактически предпретендовать на корону Российской империи не может потому что они так или иначе все не соответствуют этому закону о престоле наследия Феофан как я уже сказал был на все руки мастер Петр его очень ценил продвигал и всего лишь через 4 года Феофан получает уже сан архиепископа следующий кадр правда после смерти Петра Прокопович хоть поддержал восшествие на трон Екатерины но это было мимолетно всего один год а вот потом не заладилось у него были не самые лучшие отношения с Меньшиковым и враги его в частности Феодосий Яновский стали раскручивать дело о злоупотреблениях в подотчетных Феофан и Пахиях совсем дело плохо стало при Петре Втором когда крен пошел очень сильно от Петровских реформ взяли веру в Долгорукие и та часть ну дело почти уже шло о восстановлении патриаршества и та часть вот русского православного Клира который честно сказать Феофана люто ненавидели ну вот один из его например подчиненный Маркел Радышевский которого он потом передаст в руки тайной полиции он даже целую целый трактат написал в котором обличал Феофана и как злодея и как еретика и как мздоинца и так далее следующий кадр но Феофану повезло не то что просто даже повезло его спасла его политическая долиновидность потому что именно он был тайной пружиной всех тех переговоров и всех тех интриг которые позволили Аниианам не пришить приеду которая приехала в Москву из Курляндии оперевшись на шельхедство которое заполняло в этот момент то есть дворянство которое приехало в Москву а приехало оно в Москву вовсе не за Анну Иоанну они приехали на свадьбу императора Петра Второго которая должна была состояться с Долгорукой но Петр Второй как известно скоропостижно скончался от Оспы и все это дворянство тут задержавшись стало свидетелем разыгравшейся трагикомедии верховники как вы помните попытались связать Анну Иоанну кондициями то есть условиями ее правления при которых она становилась фактически марионеточной фигурой а власть в России должна была фактически отойти к олигархам вот к Верховному Совету против этого был Феофан против этого был Кантемир который кстати сыграл активную роль во всем этом перевороте они развернули агитацию среди дворянства и в самый патетический момент там достойные дюма на самом деле интриги происходили когда ей инструкции передавались молитвенники молитвенник оказался был полный якобы пока она ехала передавали молитвенник а там внутри были инструкции как ей действовать и поступать и вот самый торжественный момент от лица шрихетства Кантемир читает обращение к матушке она говорит как а мне не сказали что мой народ против каких-либо там кондиций демонстративно прилюдно их рвет с этого момента Феофан становится уже неуязвим он совершенно конкретно был связан с тайной канцелярией и по доносам его практически все его враги Юрлов и Дашков и Гнати Смолари Маркел Радышевский они были либо лишены саны отправлены в ссылку либо просто сгинули в подвале тайной канцелярии но вот и любопытно что тот же самый человек возглавляет ученую дружину в которую входят Татищев и Кантемир и он же он же например хлопочет об открытии Петербурге семинария поскольку в нашем государстве еще быстро не бывает на свои деньги организует эту самую семинарию и в ней учат в том числе детей неимущих он же создает у себя огромную библиотеку и делает ее доступной для тех кто желает учиться и он же например издает первое учение отроком который становится одним из лучших учебников того времени а значение Феофана как поэта ну он между прочим пьесы писал и огромное наследие после себя оставил и панигирики и стихи и стихи светского характера так вот значение его было настолько велико что Тредяковский даже будет его сравнивать с русским Гораци следующий кадр ну вот просто пример обратите внимание как уже изменилась логическая поэзия в руках Феофана Прокоповича это стихи обращенные к Аняну не тоже как бы панигирик но смотрите какой он уже ну в общем легкий Прочь уступай прочь печальная ночь солнце восходит свет возводит радость родит прочь уступай прочь печальная ночь калики у нас мрамов солнце солнце анна воссияла свет и нам день даровала богом венчан августа анна ты наш ясный свет ты красный цвет ты красота ты доброта ты велик веселье твоя держава наша то слава то вознесет бог силы твоей рог враги твоя побеждая тебе в бедах заступая рците все люди о буди буди хочу обратить ваше внимание что еще шаг и мы практически переходим к совершенно другой поэтической традиции в следующий кадр но вот был поэт который даже в рамках силабической поэзии ну помимо Кантемира конечно создал достаточно убедительные образцы правда их совсем мало да и об этом поэте мы почти ничего не знаем это Петр Буслаев мы знаем только что он был значит выпускником Московской Духовной Академии что он был рукоположен в Сан-Дьякона и получил место между прочим где-нибудь в Московском Большом Успенском Соборе знаем что у него умерла жена и после смерти и он сложил себя сан и в общем-то и все но вот среди его стихов есть стихотворение умозрительство душевное которое посвящено оно написано на смерть Марии Яковлевны Васильцевой за мужество паронессы Строгановой и относится к 1733 году это стихотворение исключительно высоко ценил Тридьяковский но даже и Карамзин который отметил и гладкость и вымысел в этом в этом плаче как бы надгробном Петра Буслаева я конечно не буду его читать вам все потому что оно огромно в следующий кадр но вот просто оцените как оно начинается и мы сразу же обнаруживаем что даже в рамках селопической поэзии может быть достигнута определенная выразительность самое главное что стоит за этим по Рождестве Христове сие дело стало как солнце свой круг тогда обтекало 1733 днем то было девятой луны число девятое плыло а полночь десять часов как уж удалялось только что десятая минута являлась баронесса Мария вся болела телом здраво душа одета в платье была белом будто бы по победе к торжеству готова никто же из предстоящих говорил тут слово душ своих очи остро все тогда раскрыли телесные от слез слепые душевно смотрели вдруг все учувствовали соплистаньем светлым акибы веял сладко дыханием теплым дух силы всемогущей Божьей благодати узнали что хочет он Марию приятия прощавшую внимание что перед нами впервые возникает изображение сверхъестественного явления вот здесь собравшиеся у адра умирающие умершие баронессы строгановые люди вдруг видят духовными своими очами ибо земные их очи залетни слезали они вдруг видят явление явление самого Христа тогда показался красен человека в паче властительно блистая как бог не иначе в свет очам ненасытный облачен был красно сладко было на ним зреть и с радостью ужасно тело же все было в крови как от мук недавно пробиты руки ноги и бог все виден явно однако ж славы сие не отнимало но любовь божественну казала немало очень являли милость лицо ж все радость весь он был желание весь приятно сладость округ его стояли небесные силы светлые лица имущие электровы шкрылые от славы неприступной себе закрывали к Марии Христос приди дивно воспевали так явилась так явилась скоро прекрасно девица скликнули силы пришла небесно царица облачена вся в солнце луна под ногами на главе же корона царская звезда царь ну вот это конечно совершенно барочный образ барочный прием такой выразительности когда у вас как бы открывается небесный занавес и откуда-то очень любили все вот эти картины барочные художники нам является некое чудесное сверхъестественное явление сделано это действительно убедительно следующий кадр вот мы с вами добрались до поэта которого с полным основанием можно назвать ну в общем первым русским поэтом и по-настоящему конечно числить историю русской поэзии нужно с него это Антиох Дмитриевич Кантемир личность во всех смыслах замечательная человек которому помимо всего прочего мы обязаны успехами русской дипломатии первыми успехами в Лондоне и в Париже он очень много сделал для защиты интересов России и происхождению своему это был тоже необычный человек он был сыном Дмитрия Константиновича Кантемира и Кассандры Кантакузин то есть друзья мои прямым потомком византийских императоров прямым и сыном молдавского господаря следующий кадр напомню вообще судьба так распорядилась распорядилась бы она чуть-чуть иначе и был бы Антиох Кантемир то ли молдавским господарем а может быть и легентом Российской империи как бы повернулось напоминаю вам что отец его Дмитрий Кантемир это человек исключительно ученый написавший историю в том числе Византийской империи о Турции многое писавший и так далее кстати говоря вот через него то европейская интеллигенция что называется начинает узнавать о том что вообще там на востоке происходит так вот Дмитрий Кантемир который вторично становится в 1710 году молдавским господарем в Молдавии в это время вассальное государство под протекторатом Турции он заключает с Петром первым секретный договор по которому отдает Молдавию под покровительство России с условием что Россия гарантируя значит неприкосновенность Молдавии и осуществляемое дни верховное правление во внутренние процессы вмешиваться не будет и трон молдавских господарей закрепляется в династии в династии Кантемира однако прудский поход который совершает сюда Петр Первый соединяясь с московскими с молдавскими войсками был совершенно катастрофическим ой слушайте а я же неправильно все смотрю а у нас уже все да друзья нет тогда придется все-таки Кантемира нам оставить на следующий раз потому что о нем минут сорок то точно наверное надо еще говорить или по крайней мере полчаса давайте в следующий раз потому что слишком переберем сегодня а вот а там почитать его надо и разобраться потому что читать силабику сложно язык все-таки не тот а волна лирическая настоящая и вот первые лирические по-настоящему стихи с интонацией потому что все то что я читал до сего не было там интонации а вот впервые интонация поэтическая она появится кантемира так же давайте припасем к следующему разу и уже перейдем к реформе Тредяковского и Ломоносова тоже в следующий раз начнем с Кантемира и продолжим кстати это даже будет тоже логично потому что Кантемир по-своему откликнулся на реформу предложенную Тредяковским и некоторые свои выводы из нее сделал посмотрим какие вопросы друзья хорошо значит в следующую неделю ну впрочем у нас и так не должно быть мы встречаемся через две недели в среду это 11 ноября ну если я не уеду нет нет сейчас ну смотрите вот просто когда слушаешь понимаешь что поэзия в частности искусство вообще оно как бы с годами становится так исприглигировано некой ну то есть все поэты которых мы только что разобрали они были как-то при дворе но это связано с тем что они значит вот что точно можно сказать они были не при дворе они были все людьми духовного звания вот обратите внимание что все о ком мы говорили они были в ту или иную степени иерархами в прямую православной церкви или монахами и вот людьми причастными к этому это совершенно естественно потому что потому что русская культура вплоть до 18 века остается культурой сакрализованной и все образование и вся культура полностью безраздельно находится в руках церкви ну федор ну наседка даже некоторые имена я вам называл вирши писавших князей которые не были но вы должны понимать следующее что здесь играло роль две вещи во первых для того чтобы заниматься поэзией нужно было соответствующее образование то есть вы должны были по крайней мере знать несколько языков чтобы были образцы на которые вы опираетесь и второе у вас было должно было быть достаточно свободного времени чтобы этим заниматься а князья особенно в смутное время не имели такого количества свободного времени вот кстати это закономерная вещь вот например Гаспаров связывает взлет латинской поэзии во времена Катула и неотериков с тем что у золотой молодежи появилось время для безделья вот а безделье всегда оканчивается тем что большинство естественно спивается и занимается чем угодно но 5-6 человек находятся которые занимаются тем чем надо и возникает великая культура вот всех вас к этому и призываем вот а потом вы совершенно правы действительно начиная в особенности с Петровской эпохи у вас происходит переход от культуры это это кстати главное содержание и в этом смысле русская культура 18 века она практически мгновенно преодолевает разрыв между культурой русской и западноевропейской потому что как раз 18 века эпоха просвещения и главный смысл эпохи просвещения это секуляризация культурной жизни и у нас и у них процесс происходит параллельно у нас даже в некотором смысле более решительно потому что скажем Екатерина вторая берет и конфискует просто-напросто вот так вот в один день берет и конфискует большую часть монастырских и церковных земель а подготавливает это вот в следующий раз будем читать сатиру Кантемиру на гулящих учения уже антиох Кантемиру где он об этом говорит что парабы вот и начиная значит с 18 века у вас дело русской поэзии переходит в руки совершенно других людей поначалу это просто люди ученые это уже разночинцы и Третьяков ну Третьяковский он был сыном сыном священника а что касается Ломоносова то он просто был как вы знаете помором мужицким сыном хотя очень все относительно отец его был очень даже значительным человеком как можно себе представить потому что во-первых самостоятельно зажиточным руководителем артели целой так что там все тоже было непросто значит надо иметь ввиду что процесс распада сакральной культуры переводит ее в светское русло он был естественно связан с чем с опорой на книжную культуру книжную литературу книжная культура и книжная литература 18 века это классицизм да дальше пояснять не надо с точки зрения классицизма всякая народная культура это просто глубок и какие-то там затеи на которые вообще не надо обращать внимание потому что настоящее искусство с точки зрения классицизма создается исключительно по вечным эстетическим правилам которые явлены в античности и им надо подражать между прочим хочу обратить ваше внимание что в русской культуре это было даже не столь явно выражено потому что когда Буалу пишет свое искусство поэзии то например такому жанру как песня он вообще не уделяет и полуслова в то же самое время когда эпистолу о стихотворстве пишет наш Сумароков он специально выделяет песню в особый жанр и оговаривает какие этому жанру присущие особенности правда хочу обратить ваше внимание что жанр песни относится к низкому штилю именно по причине ее народного происхождения но уж если говорить о вот этих самых контактов народной культуры и русской поэзии то скажу что самыми интересными явлениями в русской поэзии по крайней мере Сумарокова становятся как раз его песни впрочем ну что-то насколько ненародное это это в общем большой вопрос потому что в большей степени они опираются на всяческую букаллическую и идиллическую поэзию которая еще с западной Европы приходит по-настоящему русское песенное творчество прорывается в русскую литературу и поэзию только в конце 18 века это связано с предромантическими тенденциями тут просто прямо можно указать пальцем на человека который это делает это Михаила Львов который вместе с прачем издает сборник народных песен с голосами ну и в предромантической поэзии и далее уже в сентименталистской поэзии народные песни будет занимать все больше и больше места и Востоков и Мерзляков и по-своему Дельник будут к ней обращаться правда хочу сказать что интерес к народной поэзии у них пробуждается и просыпается по-видимому не просто так а по причине их исключительного интереса к древнегреческой поэзии которая напрямую была с фольклором связана и тогда они пытаются найти ополм для своих опытов в духе древнегреческих лириков в русской фольклорной традиции по-своему то же самое делает Державин когда он издает свой вариант на креонтике заметьте в которых тем не менее присутствуют мотивы связанные как раз с русским песенным творчеством там ну вот взгляни певец тисийский как пляшут девушки российские ну вот сейчас очень приблизительно вспоминаю это стихотворение как пляшут они бычками что прочее да бычок вот он приходит из фольклорной традиции а певец тисийский это на креон вот таким удивительным образом происходит в русской поэзии пересечение того о чем говорят классицисты и действительно фольклора по-настоящему внимание к фольклору такое уже пристальное отчаянное возникает только с эпохи романтизма но оно тоже имеет свои фантастические издержки напомню вам только одну из них страстная заинтересованность славянским фольклором привела Александра Сергеевича Пушкина к тому что он начинает переводить песни русских славян которые потом как вы сняете написаны просперовыми ремнями вот ну вот если ответим на ваши вопросы то хорошо вы часто говорили громче в 16-17 веке многие духовные скажем лидеры учились то есть образование не многие а именно как раз те которые происходили вот из областей Украины и Белоруссии да потому что у них сохранялась связь еще давняя связь с униатами вот и во всяком случае многие из выпускников Могилянской Киево-Могилянской академии они да они предпринимали такой шаг это было связано просто с одним с гораздо более высоким уровнем преподавания на западе на западе как раз в это время вовсю уже развивает свою образовательную систему изуиты между прочим до сих пор как не представляется лучшую образовательную систему вот приводившую к весьма существенным последствиям ну можно только посмотреть на список людей которых они образовали и воспитали Вольтера в частности вот и изуиты да он выпускник изуитской ну и с этим с этим с тем что просто уровень образования был несравненно выше нет ну как конкретно в этот период может при раославии мудрым нет 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 вот за всю историю россии не припомню чтобы кто-то к нам приехал из Рима учиться строить приезжали строить ну кстати учить приезжали вот ну в следующий раз мы когда с вами будем говорить о контемире забавно приглядеться кто его учил и тогда все станет ясно потому что например одним из его учителей был никто иной как Бернолли знаменитейший Бернолли который разрабатывает законы динамики газовой среды благодаря которым между прочим мы летаем на самолетах вот и все с Эйлером он лично переписывался вот он некоторое время еще учителем был ну вот друзья так что до 11 часа и Спасибо.